Здравствуйте! Вы смотрите итоговую программу ресурсы. Ближайшие 10 минут. С вами Эльвира Найманбаева. С января по июль казахстанская экономика выросла в годовом исчислении на 5,1%. 4,4% рост сектора услуг. Это данные Всемирного банка. Так, аналитики ожидают, что ВВП страны увеличится на 5,5%, потому как ситуация с добычей нефти и в сельскохозяйственной отрасли стабилизировалась. В первой половине года экспорт сократился по сравнению с 2012 на 6% до 47,8 млрд долларов, в то время как импорт вырос на 8% до 26,8 млрд долларов. Во Всемирном банке подчеркивают, что правительство Казахстана продолжает проводить консервативную финансовую политику, контролируя бюджетные расходы и наращивая доходы от нефтяного бизнеса. Поступления от нефтяного сектора по состоянию на август превысили отметку 76 млрд долларов, в то время как международные валютные резервы составляют 91 млрд долларов или 44% ВВП. Как подчеркивают во Всемирном банке, Нацбанк недавно начал проводить более экспансивную денежно-кредитную политику. В результате банки вынуждены были увеличить кредитование экономики в прошлом году. Ставка рефинансирования с августа 2012 года осталась без изменений на уровне 5,5%, в то время как рост потребительских кредитов увеличился. После негативных последствий финансового кризиса государство приняло решение реструктуризировать системы образующей банки. Эта мера пока в недостаточной степени повлияла на оздоровление банковского сектора, отметили во Всемирном банке. Как заявляют во Всемирном банке, реальный рост ВВП замедлился из-за дефицита поставок в нефтяной промышленности и сельскохозяйственном секторе с 7,5% в 2011 до 5% в 2012. Эксперты подчеркивают, экономические перспективы напрямую зависят от стабильности макроэкономической политики правительства, а также устойчивого развития финансового сектора. В фонде национального благосостояния Самрок Казана ожидают по итогам года чистой прибыли от 607 до 610 миллиардов тенге. В 2014 доход ожидается на уровне 741 миллиарда. На этом показателе скажется то, что начнет приносить прибыль крупнейшее нефтегазовое месторождение Кашаган. О результатах работы и планах ФНБ рассказали на пресс-конференции в Истании. В этом году у нас компания значительно сократила административные расходы. Однако, по мнению управляющего директора Самрок Казана, целесообразнее снизить другие затраты. Общие административные расходы составляют 8%. 8% всех сгана. А себестоимость или расходы по транспортировке вместе составляют 88%, почти 90%. И с этой точки зрения эффективнее хотя бы на 1% сократить себестоимость и расходы по транспортировке, нежели на 10% сокращать общие административные расходы. С начала года в проекты свободной экономической зоны инвестировано около 180 миллиардов тенге. Это строительство 8 заводов, в том числе с участием средств национальной компании Самрок Казана. Между тем у предпринимателей к администрации СС накопилось немало вопросов. В частности, привилегии, которые появляются при вхождении в льготную зону. Все, что сегодня может предоставить свободная экономическая зона, это бесплатная земля, проведение коммуникации и налоговые преференции. В виде непредпринимателей же поддержка выглядит иначе. По мнению представителей бизнеса, необходимо также обеспечить условия по продвижению товара. Однако в Астана Новый Город разъяснили, что этот вопрос находится в компетенции других органов. Инвесторы, в свою очередь, недовольны маркетингом проектов. При постоянной готовности вкладывать свои деньги в инновационные разработки, уверенности в возврате средств у потенциальных спонсоров нет. От предпринимателей также поступило предложение создать технопарк. Ведь для субъектов малого бизнеса при открытии нового дела эта статья расходов имеет едва ли не главное значение. А для малого и среднего бизнеса, вот они сейчас делают предложение, то есть создать как бы инкубатор, чтобы мы создали условия, как мы только просто уже посмотрим, а, наверное, через основные новейшины это реализуем, с тем, чтобы действительно, что мы могли сначала начать, что впускать уже на готовую не только инфраструктуру, но и для того, чтобы готового было, допустим, производство, и они могли бы... Ну, в принципе, тоже такое бывает, мы над этим надо тоже поработать. И как бы для себя я сделал интересно, что надо такое создавать, как типа инкубатора. Не просто готовы сразу, приходили там крупные инвесторы, строили заводы, там спускали, а именно касательно того, что вот как они предложили, вот очень интересно. Урожай зерновых в стране в этом году составил 19 миллионов тонн пшеницы. Убрано более 97% площадей. Намолочено в бункерном весе 20,5 тонн. В среднем по республике по отрасли процент рефакции составляет около 8%. Это значит, что, исходя из этой арифметики, мы можем говорить о сборе зерновых в чистом весе около 18,5-19 миллионов тонн, что позволяет нам с учетом внутреннего потребления и переходящих остатков с прошлого года говорить об экспортном потенциале в районе 9-10 миллионов тонн. Отметил вице-министр сельского хозяйства Муслим Умиряев. Начиная с 1 июля Казахстан отгрузил на экспорт около 2,5 миллионов тонн зерна. В 2012-м экспортировано 7 миллионов 100 тысяч тонн зерна. Портфель Казагра состоит из 320 проектов стоимостью 228 миллиардов тенге. На период их эксплуатации создано 12 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день холдингом охвачено 14 областей, 161 район, 13 городов районного значения, 23 города областного значения и 2 города республиканского значения с количеством заемщиков свыше 22 тысяч на общую сумму финансирования 490 миллиардов тенге, рассказал глава Казагра. В сентябре в стране упал спрос на доллар. Обменные пункты сократили объемы продаж американской валюты на 19%. Это 56 миллиардов 300 миллионов тенге. За месяц продано долларов на 247 миллиардов тенге, подсчитал рэнкинг Кейзет. Меньше покупали иностранную валюту во всех регионах. По сравнению с августом, больше всего на треть сократились продажи в Южно-Казахстанской области. Почти половину долларов по-прежнему покупают алматинцы. Жители столицы скупили около 10% от общего объема. Потребительский долг казахстанцев в два раза превышает его доход. С января по август объем выданных потребительских кредитов составил 42% от республиканского фонда зарплаты. Расчеты провел рэнкинг Кейзет. За это время выдано кредитов на 1,3 трлн миллиардов, а официальных зарплат на 3 трлн тенге. Уровень закредитованности населения растет в галлопирующем темпе. В первом полугодии 2012-го житель страны должен был банку 73 300 тенге. В первом полугодии 2013-го уже 107 300 тенге. В среднем за январь-август на потребительские цели населения банки направляли ежемесячно 23,4% от всех выдаваемых кредитов. В прошлом году было 17,3%. В сентябре банки прибавили к своему портфелю по розничным вкладам 40 миллиардов тенге в плюсе 25 банков. Рынок вырос на 1,1%. Совокупный объем вкладов излиц составил 3,7 трлн миллиардов тенге. В лидерах по данным рэнкинг Кейзет – Цеснабанк. Он увеличил объем розничных вкладов на 12 миллиардов тенге. Сумма вкладов излиц превысила 200 миллиардов тенге. На втором месте Сбербанк. В сентябре он прибавил почти 10 миллиардов тенге к розничному портфелю. Объем привлеченных денег населения – 199 миллиардов тенге. Замыкая тройку лидеров Каспий банк, объем розничных вкладов увеличен на 9,5 миллиардов тенге до 372 миллиардов 600 миллионов тенге. В Казахстане и Румынии обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений. Сегодня в стране действует 32 совместных предприятия, занятых в основном в нефтегазовой отрасли. В Румынии же зарегистрировано 13 субъектов бизнеса в сфере торговли, изготовления мебели, пошива одежды и производства медикаментов. Объем казахстанско-румынского товарооборота по итогам прошлого года составил 3 миллиарда 970 тысяч долларов. Из них экспорт – 3 миллиарда 340 тысяч, импорт – 65 миллионов 527 тысяч долларов. Инвестиционная картина следующая. В 2012-м из РК в Румынию направлено 7 миллионов 800 тысяч, а из Румынии к нам 576 миллионов 200 тысяч долларов. Напомним, что указ «Монайгаз» обладает контрольным пакетом акций компания «Ромпетрол». Этот актив является крупнейшим инвестпроектом Казахстана на территории Евросоюза. Я считаю, что сегодня же товарооборот, он, наверное, не отвечает тому уровню двусторонних отношений, которые имеем. Вот здесь хотелось бы отметить, что на сегодняшний день вообще румынские компании, они имеют очень богатый опыт в производстве нефтегазового оборудования. То есть область машиностроения в Румынии, она известна достаточно давно. Поэтому мы считаем, что наш рынок, он достаточно привлекательный для того, чтобы румынские компании могли бы заходить сюда и производить оборудование для казахстанской нефтянки. Больше всего зарабатывают работники горнодобывающей промышленности. В среднем в сентябре они получили по 207 300 тенге. Зарплаты в разных отраслях казахстанской экономики подсчитал курсив КИЗ. Второе место у сотрудников в профессиональной, научной и технической деятельности. В прошлом месяце они в среднем заработали 201 тысячу тенге. На третьем месте финансовая и страховая деятельность. В среднем за сентябрь работающие в этой сфере получили по 177 400 тенге. На четвертой позиции предоставление прочих видов услуг. На пятой информация и связь. Наименее выгодно работать в образовании, сфере водоснабжения и канализации, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»